Адыгея сегодня отмечает 32-ю годовщину образования республики. В праздник прошло множество конкурсов с неповторимым национальным колоритом. А еще в Майкопе вручили награды лучшим работникам республики. Репортаж Андрея Чистякова. Первый конкурс Джигуака свадебных распорядителей. Яркие краски, самобытные таланты со всех уголков республики. Накануне праздника выбирали лучших. Как в праздник без музыкантов с традиционным пшене, аккордеоном и флейтами. Дымят мангалы, лучшие кулинары приглашают гостей. Аплодисменты звучат и под сводами столичной филармонии. Здесь награждают учителей, музыкантов, военных, тех, кем гордится современная Адыгея. Отношения между людьми внутри региона теплые. И это очень главное. Какой климат внутри дома. Поэтому мы этим гордимся, мы это поддерживаем, мы над этим работаем. И это залог нашего успеха. Особое тепло земляки стараются передать военным участникам специальной операции. Накануне ушел очередной конвой с домашними заготовками. Маскировочные сети плетут волонтеры к следующей отправке. В Адыгее много достопримечательностей. Уникальный чистый воздух Хаджокского плато, лесистые склоны Лаганаки, ну и, конечно, здешняя кухня. Где-то острая, а где-то и сладкая. Вот он, уникальный продукт, адыгейский сыр. Производится только здесь. Каждая сырная голова формуется в корзинке из прутьев ивы. Молоко с сывороткой и три щепотки соли. Вот и весь секрет этого особого продукта. Эта козья ферма перерабатывает 10 тонн молока в смену. Постоянно травы, свежие травы, свежие корма. Отсюда у нас и козоводство в Адыгее. Осенний праздник для республики своего рода итог. Все планы по созданию новых школ, строительству дорог и курортных зон для туристов будут выполнены. Андрей Чистюков, Евгений Радаев. Вести из Майкопа. Адыгея.